здравствуйте с вами анна спицы вы на моем канале о вязании друзья сегодня у нас мастер-класс вот такой шапки я ее называла бордовая весна она весенние односторонние она идет без подклада вот с такими красивыми узорами в принципе если вы захотите вы можете к этой шапке связать подклад на моем канале обязательно будет отдельный мастер-класс как связать подклад к шапке так что если хотите захотите ее сделал зимний то утеплить подкладом вязать я буду вот из такой пряжи фибра натура сэншена у меня это сто процентов супер ош мерин вул это сто процентов мериносовая шерсть производителя рекомендуют вязать спицами четыре с половиной пять с половиной но я вязала эту шапочку спицами номер три чтобы она была по плотнее и не так сильно продувалась если честно мне не очень понравилась такая пряжа в шапках мне кажется она больше подходит вот для джемперов свитеров ну в принципе узор держит но все равно вот это полотно она после в то становится более струящимся для шапок мне кажется более струящие полотна они не очень подходят все-таки надо брать такие которые именно держат основательно шапку но я уже связала из этой пряжи она достаточно такая теплая толстенькая пухленькая но вот я вязала бактус из этой пряжи для бактус это пряжа прям очень хороша и я вязала спицами номер четыре с половиной как раз как рекомендует производитель а вот шапочку я решила вязать спицами поменьше шапка легка в исполнении мы с вами свяжем я вязала на свою голову это 55 56 сантиметров но друзья учтите если вы будете вязать шапку также как я на том же количестве петель и также высоту то эта шапка подходит для тех кого объем головы либо больше либо у кого как у меня 55 56 сантиметров но длинные волосы или если у вас очень густые волосы в принципе она очень хорошо тянется после вы то она еще немножко станет растянуты побольше немножко иметь ввиду эта шапочка она такая более свободно если же у вас нет длинных волос они у вас не супер густые вы не любите слишком свободные такие шапки то сделайте эту шапку на один рапорт меньше чем у меня дальше в мастер-классе я вам покажу как рассчитать на ту или иную голову эту шапочку то есть посмотрев принцип расчет который я делал вы можете рассчитать это и на детскую шапку и на взрослую и даже на мужчину вот если ведь связать эту шапку голубого цвета то в принципе она как и мужская зайдет эта шапка хороша также с помпоном вот друзья я прикрепила к этой шапочки помпон чтобы вам наглядно было видно дело в том что я люблю больше шапки с помпонами мне кажется они так более красивее выглядят в общем если хотите можете сделать ее с помпоном данная шапка на больше предназначена для ранней весны то есть уже и морозов нет но и не месяц май на дворе надеюсь шапочка вам понравился вы решили со мной связать ее по данному мастер-классу я надеюсь вам понравится мой мастер-класс пишите комментарии ставьте лайки и не забывайте подписаться на мой канал спасибо так давайте скорее приступим к вязанию данной классной шапки для вязания шапочки нам понадобится пряжа я буду использовать вот такую фибра натура сэншинал мне это стопроцентная мериносовая шерсть а производители рекомендуют спицы номер четыре с половиной пять с половиной миллиметров но я буду использовать спицы номер три в принципе вот эту пряжу можно вязать и спицами номер три с половиной но я хочу чтобы шапка была по плотнее она мне все-таки будет такой ординарный в один слой поэтому спицы номер три нам понадобится как круговые спицы так и чулочные спицы также буду использовать сантиметровую ленту иглы для трикотажных изделий с большим ушком маркер для вязания ножнички ну и конечно ручка с тетрадкой и так приступаем к вязанию шапочку меня будет называться бордовая весна это простая шапка бенни она будет вот с такими косами как я уже говорила вязать я буду ее из фибра натура сэншинал спицы номер три а друзья я уже связала образец перед тем как вязать эту шапочку вам тоже нужно будет связать образец и обязательно измерть обхват головы у меня обхват головы 55 с половиной сантиметров но я округлю до 56 значит мы связали с вами образец постирали подробно о том как делать образцы проводить влажную тепловую обработку измерять плотность вязания своих изделий у меня есть видео на моем канале вы можете пройти в плейлист и там будет папка которая называется основа вязания спицами и там все все будет то есть это для тех кто только взял спицы в руки то есть кто только начинает вязать так теперь по поводу образца друзья хотелось бы уточнить небольшой момент вот измерение вот данного образца на лицевой стороне достаточно сложно потому что здесь косы но ширину можно измерить потому что у нас здесь грубо говоря резинка три на три немножко узора так можно растянуть потому что пряжа вообще у меня очень пружинит и меринос они вообще очень пружин поэтому я рекомендую при измерении закалывать образец портновскими иглами и тогда уже измерять а высоту лучше измерять на изнаночной стороне где бороздки лицевых петель очень хорошо видны и измерить он гораздо такой образец легче друзья вот схема нашего узора вы сейчас можете сделать скриншот делайте скорее пока я руки свои не вставила в кадр чик чик все готова друзья а давайте посмотрим теперь на схему узора раппорт нашего узора 24 петли в ширину высоту у нас это получается 16 рядов друзья у меня немножко тетрадка быть на бачок ничего страшное все равно вам все будет видно а мне писать так удобнее и так плотность вязания по ширине получается у меня в 8 8 сантиметрах 27 петель делаем простой расчет мы 27 петель делим на эти 8 сантиметров если у вас целое число не получается то вы округляете у меня это получается 3,4 петли это в одном сантиметре у меня получилось по поводу высоты это мы с вами потом рассчитаем чуть-чуть попозже обхват головы у меня 56 сантиметров 56 сантиметров обхват своей головы я умножаю на 3,4 получается 190 петель вот это количество петель нам нужно набрать а для вязания шапки но друзья шапка достаточно эластичные будет тянуться на будет достаточно хорошо и вот от этого количества петель я отниму 7 процентов вот эти 7 процентов я отнимаю для того чтобы шапка хорошо сидела на голове то есть для облегания какое количество отнимать на облегание можно от 5 до 10 процентов то есть в том случае если вы измеряете плотность вязания самого узора слегка вот так натягивая если вы никак не натягиваете то можно побольше но это уже зависит от вашего желания как вы любите носить какие вы шапки по свободнее поуже это еще также зависит от того какая у вас пряжа потому что пряжа играет очень огромную роль могут быть две разных пряжи но с одинаковой плотностью вязания но при этом количество петель для того чтобы шапка хорошо сидел на голове может быть разным почему такое получается потому что одна пряжа очень эластичный хорошо растягивается есть пряжи которые после стирки по после влажной тепловой обработки вообще не растягиваются есть такие которые немножко растягивается нюансов достаточно много также это может зависеть от того как вы вяжете туго вы вяжете или вы можете очень свободно вяжете но в своей шапочке я отниму 7 процентов вы можете отнять 10 процентов если вдруг сомневаетесь от 190 я отнимаю 7 процентов у меня это получается 177 петель то есть вот на таком количестве петель мне можно уже вязать свою шапку но не забываем про узор и раппорт нашего узора это 24 петли поэтому чтобы шапка была красивая со всех сторон чтобы не было такого что у нас половинчатый узор где-то остался нам нужно чтобы вот это количество петель общенабранная делилась на 24 но мое количество петель не делится на 24 петли поэтому у меня получается выбор либо мне связать 7 раппортов и 7 раппортов я буду вязать на 168 петель либо у меня есть выбор вязать 8 раппортов на 192 петлях то есть получается что мне нужно выбрать либо я вяжу 7 раппортов либо я вяжу 8 раппорт но так как все-таки пряжа у меня очень эластичная и узор у меня сам по себе эластичный это практически друзья это практически резинка три на три вот она также сильно растягивается поэтому я выберу в меньшую сторону и буду набирать 168 петель то есть вязать я буду 7 раппортов то есть набирать я буду 168 петель вот в принципе весь расчет я набираю 168 петель далее я вяжу 7 раппортов и вижу на ту высоту которую мне хочется но сейчас я вам расскажу как рассчитать высоту шапочку если вы захотите эту шапку без напуска то есть чтобы она была у вас четко по голове то есть вот макушка и тут же у вас заканчивается шапка приступим к расчету по высоте итак моя любимая картинка на которой я люблю показывать как снимать мерку и как рассчитать высоту шапки для того чтобы посчитать высоту шапки нужно сделать одну мерку ну или две вторая контрольная первой меркам мы прикладываем сантиметровую ленту от одной мочки уха всю сантиметровую ленту мы прокладываем через затылочную часть и проводим ее к мочке второго уха и смотрим сколько у нас получилось далее можно приложить сантиметровую ленту ближе к бровям или посередине лба провести через всю голову там где заканчивается волосяной покров мы смотрим сколько у нас получилось вот эта мерка от мочки до мочки и вот эта мерка они должны быть одинаковыми поэтому можете перепроверять вот у меня эта мерка составила 40 сантиметров но друзья в каждом своем мастер-классе а по вязанию шаки я всегда говорю что я не люблю когда а шапка идет четко там где мочка я люблю подлиннее чтобы уши у меня были закрыты и чтобы здесь шапка плотно прилегала чтобы ветер мне не надувал в уши поэтому я всегда делаю прибавку сантиметр с одного уха и сантиметр от другого таким образом в итоге я прибавляю еще два сантиметра вот здесь плюс у еще два сантиметра мне шапка никогда не бывает такая глубокая поэтому я делаю так в общей сложности у меня получается 42 сантиметра затем вот эту сумму я делю на 2 получается 21 сантиметр то есть если вы хотите вот эту шапку чтобы она у вас была четко по голове то вам надо провязать ну свое значение а у меня это получается 21 сантиметр но я эту шапочку хочу чтобы она у меня была немного с напуском но с напуском небольшим кто-то любит большой напуск и вяжет амаш 5 сантиметров кто-то приобретает шапки покупать там четыре сантиметра напуска тут узнаете вариантов очень много кто как любит кто как делает кто как на пускать забирает кто-то во внутрь и забирает от шапку кто-то наоборот поверх согибает ее я сделаю небольшой напуск мне достаточно двух-трех сантиметров должна 3 это многовато я прибавлю еще два сантиметра напуска получается в итоге моя шапка должна быть высоту 23 сантиметра то есть итоговая высота шапки 23 сантиметра то есть вся от начала и до самой макушки но нарисую еще раз нашу шапку так она мне какая-то некрасивая получилась и смотрите наша шапка будет состоять из двух частей первая часть это основной узор и вторая часть друзья у нас быть состоять это убавки убавки у нас займут 11 рядов потому что мы убавлять будем дальнейшем я вам все покажу как мы будем убавлять и у вас это займет тоже независимо от того сколько у вас будет петель или аэропортов у вас это тоже займет где-то 11 но плюс-минус еще один ряд получается 11 рядов эта часть макушки теперь нам нужно узнать сколько нам нужно провязать рядов основной части шапки выяснили значит у меня высота шапки будет общее количество 23 сантиметра теперь по поводу плотности вязания до забыли забыла я про плотность вязания берем наш образец и высчитываем в 10 сантиметров ну вот у меня получилось тут 20 32 ряда батюшки все наоборот мне уже 32 ряда меряю на изнаночной стороне нашего образца потому что здесь высоту очень легко померить так плотность у меня получается 32 ряда на 10 сантиметров получается 3,2 ряда на 1 сантиметр а теперь свою высоту 23 сантиметра я умножаю на 3,2 2 десятых ряда и у меня получается 70 приблизительно 74 ряда то есть общее количество рядов на мою шапку нужно провязать 74 ряда что же мне ручка то не пишет батюшки так общее количество рядов на мою шапку получается 774 ряд на макушку нас уйдет 11 от 74 я еще отнимаю 11 у меня получается 6 63 63 ряд то есть основную часть шапки нашего узора я буду провязывать на 63 рядах то есть я провяжу узор 63 ряда и пойду перейду потом на убавки все все друзья вот весь расчет легкий то да нельзя хотите вяжите шапку четко по голове я вам рассказал как рассчитать хотите делайте с любым напуском каким хотите тоже пожалуйста все расчеты есть шапка очень легко вяжется легко рассчитывается приступаем к нашей бордовой весне и для начала я буду набирать 168 петель и так начинать вязание я буду на чулочных спицах я буду набирать на чулочные спицы необходимое количество петель но на одну петлю больше чтоб потом а замкнуть наш петли в круг набирать я буду эластичным набором для того чтобы край наши шапки был достаточно тянущимся то есть эластичным для этого первую петлю я набираю вот так затем делаю классическую петлю друзья если вам сейчас быть непонятно как я так набираю есть более подробный урок по этому набору петель на моем канале ссылка будет в описании под видео или зайдите на моей странице в плейлисты и там будет плейлист который называется основа вязания спицами и там этот набор будет но я оставлю ссылочку в описании под этим видео далее мы меняем положение нити на большом пальце и уже захватываем нить как бы зеркально набираем петлю вот так еще разочек покажу следующая петля опять идет у нас классическая и затем мы меняем опять положение нити на большом пальце и делаем набор уже как бы изнутри зеркально еще разок классическая петля и петля уже не вот так а зеркальная так друзья ну все здесь все понятно если вам не понятно смотрим отдельный ролик сейчас я набираю то количество которое мне необходимо и плюс еще одну петлю и последнюю петлю всегда независимо какая она должна быть зеркальная или классическая последнюю петлю я всегда буду набирать вот так классической и так набираем потом замыкаем петли в круг она набрала необходимое количество петель и плюс еще одна петля для соединения петель в круг выпрямляем все наши петли чтобы они смотрели в кружочек в наш в наш кружочек и соединяем наши петли друзья более подробно о том как я соединяю петли в круг есть видео на моем канале ссылочка будет в описании под видео или заходите в плейлисты на моем канале там будет плейлист основу вязания спицами а также быть ссылка в описании к этому видео и так далее все соединила я наши петли в круг вешаю маркер я начинаю вязать наш узор подсматриваю схему дай мы вяжем просто пока резинку 3 на 3 вот у нас получается схема так друзья вот вот наша схема значит первый ряд мы будем с вами вязать там где пустые клеточки это у нас лицевые там где вот такие горизонтальные полосочки у нас соответственно изнаночный первый ряд 2 ряд 3 и 4 ряды мы будем вязать одинаково 3 лицевых 3 изнаночных 3 лицевых 3 изнаночных и так далее будем вязать так у меня получается 7 раппорт и вот так 4 ряда мы с вами про вяжем 3 лицевых 3 изнаночных постоянно чередуя там показывать дальше я не буду как я вяжу резинку 3 на 3 лицевые изнаночные далее вы будете вязать самостоятельно но друзья каждый раппорт то есть каждые 24 петли через каждые 24 петли я буду вешать маркер для того чтобы было более удобно вязать чтобы я видела раппорт закончился 2 закончился 3 закончился и так далее при желании вы тоже можете себе повесить такие маркеры в принципе я вам это и советую сделать но самом начале конечно поверьте какой-нибудь такой красивый маркер чтобы было понятно что именно этот маркер у нас обозначает начало ряда и так поехали в пятом ряду мы с вами встретимся я довязываю уже до пятого ряда остается последней петля провязываю изнаночный перевешиваю маркер и дали мне лицевые вот сейчас я провяжу 3 лицевых пятого ряда далее давайте обратимся к схеме и так вот схема нашего узора мы провязали с вами первые четыре ряда без изменений резинкой 3 на 3 и далее мы подошли к пятому ряду узор можно поделить вот так на половину наш раппорт первую половину мы провяжем резинкой 3 на 3 и далее мы будем делать перехлёст вот в этом раппорте у нас два перехлёста в пятом ряду и в тринадцатом ряду при этом вот этот перехлёст и вот этот перехлёст они абсолютно одинаковые я вам сейчас покажу как делается вот этот перехлёст и остальные перехлёст вот так чередуя вязать вы будете самостоятельно если вы хотите посмотреть подробный мастер-класс вот поэтому узору по всему раппорту то видео будет на моем канале ссылочку смотрите в описании под этим видео а также глядите подсказку в правом вот здесь вот здесь в правом верхнем углу сейчас я провяжу с вами часть 5 ряда покажу как делать вот этот перехлёст и далее самостоятельно свою шапку на нужную высоту вот у меня 63 ряда вы провяжите далее самостоятельно шапку на нужную высоту и мы с вами встретимся уже тогда на когда нужно будет делать убавки то есть перед убавками и так приступаем вязать пятый ряд итак друзья я забыл сказать самом начале что нам также понадобятся две маленькие вспомогательные спицы для того чтобы делать перехлёст в узоре у меня пятый ряд я уже провязала 3 лицевых далее провязываем 3 изнаночные далее по схеме еще три лицевых 3 изнаночных изнаночные я вижу за заднюю стенку чтобы на изнаночной стороне тоже были все ровные теперь у нас идет перехлёст вот эти первые три лицевых я снимаю на дополнительную спицу спицы остается перед работой беру вторую дополнительную спицу перекидываю остальные три изнаночные петли нить за работой основные спицы у меня так посередине и мы провязываем основными спицами следующие три лицевые петли 1 нитку подтягиваем вот эту чтобы петлю нас не растянулись все провязали вот эту не вылезла и далее мы провязываем изнаночные петли возвращаем их с дополнительной спицы 1 2 3 убираем и в самую последнюю очередь опять возвращаем петли с дополнительной спицы но лицевые которые были у нас перед работой 1 3 так вот и все друзья мы сделали с вами перехлёст ничего сложного нет и далее чтобы закончить наш рапорт я провяжу еще три изнаночные 1 2 3 раппорт закончен я перекидываю маркер провяжу чтобы маркер не вылетел 3 лицевых вот так и я как уже говорила вот что помечу маркерами и вот каждый раппорт у меня обозначен маркером чтобы было понятно что раппорт закончен так друзья вот такая мне шапочка это у меня пятый ряд далее вы вяжете самостоятельно ту высоту которые вам необходимо и перед тем как делать убавки мы с вами встретимся и так напоминаю что перехлёст вот такой который вам сейчас только что показала вы делаете в пятом ряду если узор делить пополам то делайте во второй часть узора 13 ряду вы делаете такой же абсолютно такой же перехлёст но в первой части нашего раппорта нашего узора и так далее вяжем самостоятельно